Волгоград 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 Вы знаете, слава Богу, я свидетельствую вам, после этой жертвы через два года я заехал жить, у меня не было жилья, я сам из Киева приехал в Кременчуг миссионером, я заехал жить в свой собственный дом, который был построен с нуля. Воздайте, слава Богу. И второй момент церковь, знаете, вот по поводу строительства церковного здания, у вас как бы вопрос проще, у вас, вы видите, что покупать, да, то есть как бы у вас есть определенная цель. Бог меня учит по-другому, он мне сначала говорит что-то делать, чего я не вижу, а потом уже открывает и показывает, что делать. Поэтому в нашей церкви тоже, знаете, как бы мы не сильно готовы к строительству церковного здания, но если Бог что-то говорит делать, мы подключаемся. Я в своей жизни увидел, что когда Бог что-то говорит, Он прилагает к этому свои ресурсы. Для меня, вот знаете, для меня странно в том, что Бог побуждает людей со стороны больше жертвовать на строительство церковного здания, чем изнутри. Для меня, честно, это парадокс, потому что церковь – это мой дом. Не потому что я пастырь, мне не важно. Я в своей церкви или в другой – это мой дом, это дом моего отца, и я должен заботиться о нем. Поэтому церковь, если вы чувствуете в своем сердце побуждение, знаете, как бы, я как бы тоже жертвенный человек, я определенно для себя постановил. Господь, каждый месяц для Твоего дома я буду уделять. Почему? Потому что я знаю принципы Божьи. Если вы будете заботиться о Доме Божьем, Бог будет обязательно заботиться о вашем Доме. Пусть Бог благословит вас и расширит вас, чтобы вы были мощным благословением для вашего города. Аминь. Божьих благословений. Спасибо. Спасибо. Слава Господу. С одной стороны, это вроде бы сложно, но с другой стороны, это так просто. Помолился, взял, попросил Бога, чтобы Бог дал дополнительные ресурсы, какую-то определенную часть денег фиксировано, отдаешь, помимо пожертвований, добровольных даяний, десятин. Вы знаете, я абсолютно убежден в том, что когда мы ревнуем о Божьем, Бог начинает что-то делать в нашей жизни. У меня есть много свидетельств в моей личной жизни. То, что сейчас мне вспомнилось, когда начиналась церковь в Белгороднестровском, и она начиналась в моей квартире. И по тем временам, это была средина 90-х, у меня была шикарная мебель, ГДРовская, жилая комната. И когда люди приходили, можете представить, 25 человек в трехкомнатной стандартной советской квартире. Над лампочкой на плафонах никто не сидел, а все остальное было занято. Там стол такой сидели, ну как бы раздвижной, стулья сидели, на креслах сидело по три человека. И эти кресла, они развалились просто-напросто. И знаете, прошло какое-то время, Бог дал мне свой дом, и однажды мне позвонила сестра с нашей церкви, она занимается мебелью, и сказала, пастор, кто-то оплатил вам диван, придите, выберите. Я приехал, и мне там кто-то из ее менеджеров начал показывать что-то, но мне ничего не нравится. Вдруг приезжает эта сестра, и говорит, Оксана, а что ты показываешь пастору? Вот этот или вот этот? И каждый из этих мягких уголков был стоимостью больше тысячи долларов. И я не думал, не гадал, когда я это делал, я делал для Господа, когда я предоставлял эту мебель, когда в квартире обои подваливались, потому что там было собрание, потом открывали, надо было детям спать, и холодный воздух после надышанного помещения попадал, контакт, пар, конденсат, обои отвалились. Много чего можно рассказывать, но хочу вам сказать, Бог благословляет. Один пастор в Харькове, и его подставили элементарным образом, позволили, чтобы они выкупили незавершенный объект, и они были, те, которые предоставляли, были сто процентов уверены, что они не потянут. Они думали, что два года они будут складывать, не вложили сроки, и это здание забрали. И вы знаете, пастор продал двухкомнатную квартиру и собирался добавить и купить трехкомнатную. И в этот момент кризис, и он все эти деньги всаживает в кабель, надо было два километра кабеля. И он двухкомнатную квартиру закатал в землю. Сейчас у него классный частный дом. И при том, вы знаете, закон северной жатвы работает, и я хочу вас ободрить. Не делайте это лишь только потому, что я сказал или кто-то сказал. Поговорите с Богом. Вы знаете, у меня такое впечатление, некоторые из нас, мы боимся говорить с Богом, потому что боимся услышать, возьми сына твоего, единственного твоего, Исаака, которого ты любишь, и принеси мне в жертву все сожжения на одной из горь земли моря, о которой я тебе укажу. Иногда мы боимся такие вещи говорить. Бог, что ты хочешь с тебя делать? Потому что можем услышать что-то такое, что не совсем. Но я могу сказать, если мы послушны, Бог благословляет. Большой вам привет от Церкви Победы Христовы, город Харьков. Я уже 4 года в городе Харькове. Я благодарен Богу за эту возможность быть сегодня среди вас, делиться Словом Божьим. И сегодня я верю, что Бог дал для вас Слово, которое я получил во время ночной молитвы. Я даже не знал, что это для вас. Так интересно, потому что мне вчера только пастор пригласил, чтобы я приехал. Мы с ним знакомы давно. Когда была первая катышина церкви в Белгороднестровскую, ваш пастор вместе с женой приезжал. Это был один из самых первых проповедников из стороны нашей церкви. Тогда церковь наша получила большое благословение. Я даже помню, что он проповедовал. Он проповедовал о воронках. И я хотел сегодня поговорить с вами о некоторых важных духовных, библейских принципах. И послание сегодняшнее называется «Очевидный успех». Если кто-то из вас сомневается в том, что Бог заинтересован в том, что мы должны быть успешными, то я хочу вас огорчить, сказать, что вы ошибаетесь. Бог заинтересован, чтобы мы с вами были успешными. Проблема вся заключается в том, что у нас есть свое понимание успеха. А у Бога есть свое понимание успеха. Несколько лет назад я был в одной церкви, там пастор меня делился, показывал, они там получили какой-то объект, взяли там и так дальше, и так дальше. И когда я проповедовал, Дух Святой сошел, и я попросил пастора, чтобы он поднялся и начал пророчествовать. Я там говорил такие вещи, что у меня самого шло как бы раздвоение личности. Я говорю, и такие мысли, что ты такое лепишь? Такого не может быть. И в конце я сказал, знамение от Бога. Если то, что я говорил, это от Бога, через две недели пастору подарят машину. Но если не будет машины через две недели, считайте, что я по душе говорил, это было не от Бога. И вы знаете, я даже внутри себя понимал, какая это машина, и у нее название этой машины начинается на ТА. Тойота, да, кто-то сказал. Да, вот я тоже так думал. И еще что-то связано с землей, такая колхозная Тойота. Land Cruiser. Да, знаете, такой. Land – это земля. И пастор тоже думал, что это так. К концу второй недели ему подарили Таврию. Тоже вроде бы как землей, тоже вроде как для сельского населения, тоже вроде бы как Та, но в Рия. Вы знаете, для кого-то Таврия это большое благословение и большое ободрение. Для него было недоразумение. И он звонит мне и говорит, слушай, это вообще машина или не машина? Слово от Господа или не от Господа? Вы знаете, у каждого человека есть свое понимание об успехе. И у каждого есть уровень, в соответствии с которым те или иные события, те или иные проявления, будь то духовные или материальные, они могут считаться либо благословением, либо успехом, либо так себе. Я несколько лет, когда еще был неверующим, работал в Арктике, и когда в конце 80-х пришла перестройка, началась открываться, там, где я был, это Диксон, зона абсолютно закрытая, туда просто так никак невозможно было попасть, только по прописке в паспорте или вызовы, иначе там, туда можно только было на самолете или морским путем, и там, и там, жесткая фиксация, и в конце 80-х начали открывать, и на Диксон приехало два японских корреспондента, они ходили, они смотрели, и один из них относительно нормально разговаривал на русском языке с большим акцентом, но его можно было понимать. Он сказал классическую фразу, вы очень счастливые люди, вы очень счастливые люди, потому что вы не понимаете, насколько вы плохо живете. Я вам хочу сказать, вы знаете, не так страшна проблема, как осознание этой проблемы. Не так страшны те обстоятельства, через которые иногда мы проходим, как осознание или моральное давление по причине этих проблем. Некоторые не столько боятся болезни, сколько боятся, что узнают, что он больной. Некоторые не столько боятся, у нас в нашей церкви Харьковской ушла одна сестра, потому что муж с ней развелся. И она это давление, что теперь обо мне будут говорить, как я посмотрю. Ну так получилось, муж сначала был верующий, потом отошел, жена ее тормозила, тащила в другую сторону, а потом, когда он отошел, жена начала прибегать в церковь, потом она в церковь остановилась и так дальше, и потом вдруг развод. И я вдруг увидел, что не так страшна была сам факт развода, как осознание того, что этот развод есть, и осознание того, что какое-то общественное мнение. Как же обо мне теперь будут говорить? Вы знаете, Библия дает четкие нам указания по поводу того, чтобы мы были с вами успешными. Я сегодня ожидаю, что это послание хотя бы каким-то образом заденет каждого из нас, и хотя бы в той или иной степени вы пересмотрите свои позиции. Я не ожидаю чем-то вас удивить, впечатлить. Мне звонит одна сестра, жена пастора, и просит совет, что делать. Говорит, у нас в церкви ЧП помощник пастора начал там как-то где-то не туда заезжать. Бывший наркоман, такой был благословенный, и тут начались проблемы. Я ему говорю, Ваня, что ж ты не то самое? Не приходишь в церковь, как же так? А он говорит, а мне от проповеди пастора не прет. Не прет. Вы знаете, есть такое наркоманное выражение. Прет, не прет. Я сказал, Таня, передай ему, что пастор не травмодол, чтобы от него перейти. Поэтому, пожалуйста, я не ожидаю чем-то вас впечатлить. Я просто хочу, чтобы сегодня вы открыли ваши сердца и чтобы сегодня приняли Слово Божие. Апостол Павел, посланник Тимофею, говорит очень сильные слова. Это 4 глава 1 послания Тимофею. 14 стих, или даже с 13, Дух Божий через Павла говорит каждому сегодня из вас, «Будь успешен, и пусть успех твой будет очевиден». Не для того, чтобы кого-то впечатлить, не для того, чтобы кого-то разозлить, не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а чтобы, слава Божья, реальным образом явилась в твоей жизни. Давайте мы будем честны, зададим себе вопрос, какую славу Божью я увидел за последнюю неделю в моей жизни. В чем проявился Бог за последний месяц в моей жизни? Иногда спрашиваешь, что Бог сделал в твоей жизни? Освободил от наркотиков. Хорошо, что еще? Ну, от никотиновой зависимости. Что еще? Исцелил. А когда это было? В 1812 году, когда Наполеон подходил к Москве. То есть, первые месяцы после покаяния. А он же ударник христианского труда, ветеран Царства Божьего, 25 лет в церкви. А что с последних 5 лет Бог сделал в твоей жизни? И человек настолько уже привык к Богу. И он даже не стремится. Я хочу вам напомнить, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера имеет свойство реализовываться. Вера – это когда я с Богом, когда я абсолютно доверяю Богу, когда я уповаю на Бога, когда я получаю от Бога откровение, ведение, великие и драгоценные обетования. Стою на них, двигаюсь. Я не вижу, но я называю невидимое, как видимое. Я ожидаю. И однажды это невидимое, оно осуществляется. Это замкнутый цикл веры. Принять, ожидать, стоять, действовать, получить. Если в моей жизни ничего не осуществляется, возможно, вера моя слаба, а возможно, она мертвая, а возможно, это не вера, а только умственное согласие. Бог заинтересован в том, чтобы мы были успешными. Некоторое время назад я проповедовал в Одесской церкви, а в три часа мне надо было быть в Белгороднестровском. Я быстренько закончил, ну, как мог, и в машину меня ввез один брат. Мы ехали где-то час-двадцать минут. Я интересный, я интересуюсь жизнью людей, всегда. Я начал докапываться. Он был бывшим наркоманом, он был наркоман, докололся до того, что вены уже никакие. Он говорит, я лежал в выходной день, в воскресенье, а моя сегодняшняя жена, тогдашняя сожительница, зажимала мою разорвавшуюся вену на ноге, пальцами кровь хлистала. Я хочу вам сказать, что это Одесса. В Одессе еще с советских времен была твердая поговорка лечиться даром, даром лечиться. Нет денег, лечение бесполезно. А сегодня тем более, наркоман, откуда у него деньги, выходной день, кто он нужен? К нему никто не подходил, потому что нет денег. Ну, живем мы в таких реалиях. Вызывая скорую помощь, приезжая скорая помощь, деньги есть, на какую сумму будем спасать? Нет денег, вызывайте катафалку. Ну, извините, я не придумаю, это реальные факты. И говорит, я понимаю, а тот человек рассказывает, свидетельствует, я понимаю, что я умираю. Я понимаю, что кровь и вместе с ней жизнь выходит из моего тела. И говорит, что-то произошло внутри меня, как будто что-то перемкнулось. Я сказал, Бог, если я тебе нужен еще, сделай чудо, спаси меня. Ты видишь, я никому не нужен, кроме вот этой женщины, спаси меня. Если ты меня спасешь, я буду тебе служить. А вы знаете, произошло чудо. В течение минут десяти вдруг кровь прекратилась. Он остался жив. И очень скоро он оттуда выписался. И говорит, я как только вышел оттуда, я не то чтобы забыл, что я Богу обещал, но я ничего не делал в этом направлении. Я начал заниматься тем же самым. И внутри меня были противоречивые чувства, меня внутри разрывало. Я понимал, что я подлец, но я опять в наркотиках. И говорит, я шел на привоз для того, чтобы наметящуюся жертву кого-то убить и чтобы меня посадили на пожизненную. И вдруг, говорит, я увидел Таню. Старую знакомую, она была проститутка, стояла на окружной дороге. Последний раз, когда я видел, по ее теле были язвы. Она была страшная, она болела спидом. И вдруг она стоит такая красивая, чистая, такое лицо и самое непонятное, какой-то как будто свет изнутри светился. И я говорю, Таня, что с тобой? Что с тобой случилось? Почему такая? Она говорит мне, я нашла Иисуса. Говорит, я схватил ее за руку, говорит, введи меня, покажи, где тот Иисус? Она говорит, подожди до воскресенья. Вы знаете, вот эта женщина, она имела успех, ее жизнь поменялась, круто. И вот этот успех был очевиден, и это то, что побудило, вы знаете, это самая сильная проповедь. Никогда мы пытаемся человеку объяснить, рассказать, только приди в нашу церковь и скажи магические слова, крекс, брекс, прекс, фрекс, и все в твоей жизни изменится. В смысле, Иисус, введи в мое сердце. Что тебе надо? Жить негде? Будет тебе, дадим тебе квартиру, машину, дачу, придачу. Чего тебе мужика надо? Найдем. Ты что, жениться не можешь? 250 лет. Будет. Что тебе еще надо? И вы знаете, наш украинский менталитет, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. И мы привыкли, этот самый, ансамбль, Иванушек, Иванушек, дурачков, на печке лежать, лежать, носу ковыряться, и вот по щучьему явлению, прямо не слаза из печи, царский дворец. Я не так читаю в Библии. Я в Библии читаю, побеждающий наследует все. Я в Библии читаю, Божья благодать, научающая нам. Послание к титулу, Бог Божий говорит, Дух Божий говорит, но явилась нам спасительная благодать Божия, научающая человеков. Библия говорит немножко по-другому. Действуй, побеждай, тогда будешь наследовать все. Прими откровение, прими эту Божью силу, прими Божью благодать и начинай действовать. Скажите Аминь. И перед тем, как мы будем идти, у нас базовое место, 15 глава послания Евангелия Атиана. Я хотел, чтобы мы помолились. Во втором послании Коринфянам Дух Божий через Павла говорит, вы письмо Христово. Мы ходячая реклама Иисуса Христа. Мы должны быть читаемы и узнаваемы всеми человеками. Мы должны жить такой жизнью. Мы должны иметь такие взаимоотношения с Богом и друг с другом, чтобы неверующие, глядя на нас, они хотели искать этого Иисуса, чтобы они останавливались и спрашивали, что с тобой случилось, почему ты такой, почему ты так выглядишь. Самая сильная проповедь в Англии, как сказал когда-то Святой Августин, проповедует всегда и везде. Если необходимо, в крайнем случае, употребляй слова. Самая сильная проповедь это наша жизнь, это наши отношения с Богом, эти наши действия. Я хотел, чтобы вы приготовились. Я верю, что в конце собрания Бог будет сильно двигаться. Кто-то из вас получит прорыв, кто-то из вас получит исцеление, кто-то получит освобождение, кто-то получит ободрение. Ожидайте от Бога. Я в этом на 100% уверен, потому что я в завете. Я составляющая часть того завета, который основан на крови Иисуса Христа. Он мне обещал через свое слово. Если я буду послушен, если я буду, невзирая ни на что, проповедовать всегда и везде, Он будет подтверждать мои служения, мои проповеди, чудесами, знамениями. И я ожидаю этого. И я в этом уверен. Уверенность не на моих способностях, а на Его обетованиях и на Его благодати. Итак, давайте мы с вами помолимся. Святой Праведный Божий, я благодарен Тебе за Твою милость, любовь и благодать. Я благодарен Тебе за то, что Ты сегодня привел меня сюда, в Черкассы, к моему старому другу, пастору Юрию, ту церковь, в которой доверили Ему пости. И я прошу Божий, благослови меня. Я четко понимаю, что я им не нужен, как человек, Божий им нужен Ты. И я прошу, благослови меня, чтобы я был чистым сосудом, чистым каналом, через который Ты будешь изливать свою благодать для своих детей. Во имя Иисуса, я прошу Тебя, Отец, благослови меня, Дух Святой, возьми меня в свои руки, как специалист берет инструмент, и верши свой труд сердцем каждого из них. Пусть сегодня будут изменяться ситуации, обстоятельства, пусть сегодня будет уходить всякое давление, всякое разочарование, всякая духовная слабость во имя Иисуса Христа. Слово Мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу, и пусть сегодня Слово Твое выжигает всякий мусор из наших умов и сердец, пусть Твое Слово сегодня подобно молоту, сокрушает гранит твердынь во имя Иисуса. Пусть сегодня каждый из нас попытается выйти за пределы ограничений, за те рамки, которые мы наставили в наших разумах. Пусть сегодня каждый из нас поднимется выше обстоятельств, поднимется над землей, Господь. Пусть сегодня каждый из нас будет в состоянии входить в сферу Духа и там, там находя то, что Ты приготовил, забирать во имя Иисуса. И все, что здесь происходит, оно для Тебя, Иисус, для Твоей славы. И я прошу, Дух Святой, помоги каждому из нас во все дни нашей жизни воздавать славу Тому, Который умер и воскрес, победил ад и смерть и дал нам жизнь вечную. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы читаем 15 глава Евангелия от Иоанна. «Я и есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я истинная виноградная лоза, а вы ветви, кто прибывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, и звернется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают, и бросают в огонь, и они сгорают. Если вы прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Давайте мы здесь остановимся. Вы знаете, одна из составляющих характеристик успешного человека. Это его внутреннее состояние. Это когда в него радость. Когда в него в сердце покой, мир, когда нету дерганины. Как вы думаете, вот неверующие люди очень четко могут объяснить эту характеристику, но они не понимают духовных принципов. А мы-то знаем. Царство Божие, не пища и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом. «Ибо кто с ним служит Богу, Христу тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Оказывается, мы призваны, чтобы служить Царством Божьим, то есть нашим внутренним состоянием, или переводя на общепонятный, доступный язык людей, которые не соприкасаются с Библией, мы должны быть успешными людьми. Не дерганые, в обморок не падающие, уверенные, стременные. Туда, куда прихожу я, туда приходит успех. Когда-то здесь, недалеко от Черкасс, ТГ Шевченко сидел, дивился и писал такие смутные верши, аж бачу, там только добро, до нас нема. А я вот приехал, подивился и думаю, Господи, слава Тоби, аж бачу, там только добро, де я е. Серьезно? Вы как хотите, а я вот так вот, я принял решение. Я могу даже прийти куда-то, особенно, какие-то властные кабинеты, мирские, там иногда бывает такое, какая-то конфликтная ситуация, все сидят, как картина Айвазовска, девятый вал, все такие, а я захожу, и здравствуйте, с праздником вас. Спасибо. Правильно, каким? Я говорю, как, я же пришел. Вы знаете, некоторые считают, что я немножко того, некоторые, что гордый, но реакция одна и та же самая, атмосфера меняется. А знаете почему? Эх, жалко, портфель оставил я в машине, там у меня косметички есть, одеколон. Если бы я его открыл, хотите вы или не хотите, особенно, если вентилятор туда направить, уж во всяком случае, первые 4-5 рядов, вы ощутили бы этот запах. Это то, о чем говорит Библия во втором послании к Римфанам. И познание, благоухание о нем распространять во всяком месте. Но благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать, это наше предназначение. Вы знаете, Иисус говорит, «Если ты хочешь быть успешным, ты должен что-то делать, ты должен пребывать во мне, и мои слова, или я должен пребывать в тебе». Вы знаете, почему иногда трудно идти в церковь? Почему иногда трудно что-то делать для Бога? Почему иногда проще посмотреть фильм, чем почитать Библию? Почему? Вы знаете, что-то нарушается, какие-то связи. Мы, люди, нам свойственны какие-то материальные ценности, материальные блага также. Мы хотим иметь материальные, мы ищем, и иногда мы попадаем в серьезные проблемы. Мой отец рассказывал, он был 914 года рождения, и он говорил, что до Резвах Лив Бул, после Резвах Лива Божан и Булу. Вы знаете, люди жили очень бедно. Сегодня мы живем очень богато. Кто-то говорит, может быть, ничего подобного, каждый мобильный телефон, и я приду к вам домой, открою ваш холодильник, и увижу, какой пухнет ее с голодом. Холодильник забит. Но вы знаете, эти материальные блага, эти всевозможные машины, компьютеры, гаджеты, бытовая техника, это то, что требует не просто много времени, это требует определенной степени посвящения. И очень важный момент, все же таки, быть посаженным на лозу. Очень важно искать Бога, очень важно, важно прилипляться к Нему, очень важно быть посвященным Ему. Смотрите, Иисус говорит, ибо без Меня не можете делать ничего. Ибо без Меня не можете делать ничего. Мои дорогие, мы живем в очень серьезное время. В Англии от Иоанна 24 глава Иисус говорит, там будет то, то и потом, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вспомни, когда ты покаялся, как ты бежал в церковь. Вы знаете, увидел, обратил внимание, что навобращенный удивляется, а что только три собрания в неделю церкви, в воскресенье, в среду у нас в Харькове, и на пятницу ночная молитва, и что, все? Те, которые ветераны веры, зачем столько много времени? Вот достаточно одно воскресенье, кто еще придумал, еще какие-то домашние группы, в среде недели служения. Вы знаете, что это? Это ослабевает связи, это охладевает любовь, это действие беззакония. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы знаете, я молю Отца во имя Иисуса, чтобы я и вы мы оказались в числе немногих, у которых любовь не охладеет, которые будут теми, с которыми начнется старт последней проповеди, потому что дальше Иисус говорит, и будет проповедность ей в Англии Царстве во всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец. То есть будет какой-то маленький остаток, у которых любовь не охладеет. Они что-то такое сделают, что через них этот остаток превратится в начаток, и через них произойдет много нововращенных проповедников, которые пойдут и проповедуют Евангелие во всей Вселенной, всем этническим группам. И тогда будет второе пришествие Иисуса Христа. Но сегодня мы должны бодрствовать, мы должны трезвиться, мы должны искать Бога, и мы должны понимать спасение по благодати. Смотрите, здесь Иисус говорит спасение по благодати, за все остальное надо платить. Иисус говорит о плодоношении. Принесет много плода, то принесете много плода, и как ветвь сама по себе не может приносить плода, так и выяснить, и так дальше. Мы должны приносить плод. Примите сегодня откровение. Я знаю, что вы об этом слышали, но я предполагаю, что это на уровне разума. Пусть это сегодня войдет в ваш дух. Откровение. Мы должны приносить плод. Плод первичный. Это внутренние мои изменения. Это плод Духа. Если у меня внутри нет любви, как я могу идти, кому-то говорить о любви? Если у меня нет мира, потому что плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, верность, благость, милосердие. Эти девять грани, они все должны быть во мне в той или иной степени проявлены. Итак, я не могу без Иисуса Христа принести плод Духа, первичный плод. Затем, когда есть первичный плод, я должен приносить вторичный плод. Плод служения, приобретение душ. Ибо всем нам должно предстать присудилище Христово, чтобы получить, соответственно, тому, что мы делали, находясь в телах. Мы однажды придем на небо, и мы предстанем присудилище Христово. И кто-то скажет, нет, но Иисус Евангелие, это Иоанна говорил не так. Он говорил, что верующий меня на суд не приходит, а неверующий уже осужден. Мы не придем на суд, мы придем. Будет два вида судов. Один суд, это когда будут судить вечную погибель, это после первого воскресенья будет, после тысячелетнего царства. Но будет еще один суд, когда нас будут судить не в наказание, а в награду. Помните, Давид благодарит Бога за свое сознание, говорит, славлю тебя Господи, ибо дивно устроенный я, устроенный я, помните, да? Он говорит, очи твои видели зародыш мы, когда я втайне был образуемым в утробе матери моей, и все дни моей жизни были записаны в книге твоей, когда еще ни одного из них не было. Другими словами, как только соединилась мужская и женская клетка, как только в этом одноклеточном существе появился полный набор хромосом, с этого момента, это жизнь, и Бог знал этого человека, Бог знал меня, когда я был еще в виде всего одной клетки, и оказывается, его была судьба на мою жизнь. По дням расписано все дни. И однажды я приду на небо, и там будет план, я так думаю, расписано и подненно на мою жизнь, что я должен был сделать? И там будет выполнение этого плана. И под 100% выполнение этого плана будет вот такая вот награда. И потом смотрим, так, 1% не выполнил, раз, отрезали, еще 2%, раз, отрезали, еще раз, и в 1-м послании Коринфянам, Библия говорит, Дух Божий через Павла говорит, что у кого дело устоит, тот получит награду, а у кого сгорит, тот получит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. То есть, вы знаете, что такое из огня, да? Спав дядьку, караул, говорим, выскочил в трусах. Что, что есть? Вот вы представляете? Вот вы представляете сейчас, кто-то живет в двухэтажном особняке, ездит на машине, какой-то там зачуханной, типа Мерседес, а кто-то в одних плавках и легко на сердце, от песни веселые. Нормально. Что такое? Говорит, греюсь. Какой-то ненормальный поставил машину на канализационном люке и все выходные дни дома просидел. Да? Называется Б.О.М.Ж. Безопределенного места жительства. Кто-то придет на небе, будет там. Так, спасется, но как бы из огня. А кто-то будет иметь награду. Поэтому Библия говорит о том, чтобы мы ревновали о том, чтобы быть плодоносными ветвями. Слушайте, сегодня такой интересный момент в вашей жизни. Сегодня тестируется. Бог сегодня наблюдает за вами. Вы знаете, что Бог наблюдает за вами или не знает? Знаете. Ибо очи Господни обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца вполне преданы Ему. Он обозревает всех. Он видит всех, но поддерживает только тех, чьи сердца вполне преданы Ему. Будь честным с вами с тобой. Скажи, в чем себе саму, в чем заключается моя преданность Богу? Я прожил прошлую неделю. А что из того, что я сделал, оно послужит наградой на небесах? А есть ли ревность в меня по дому Божьему, по дому Отца, по церкви благая весть? А каким образом я нахожусь в ведении церкви? А что я делаю для церкви? А сколько я молюсь? А сколько я жертвую? А сколько я пащусь? А сколько я привел ко спасению? А что я такое скажу Богу, что вот это моя награда на небесах? Вы знаете, книга Откровений говорит о том, что Он утрет всякую слезу нашу. И я думал, Господи, если там нету ни болезней, ни скорби, а чего же мы будем плакать? Вы знаете, я буду плакать. Я буду плакать, потому что с позиции вечности я увижу мои проколы. Я увижу, что вот там вот проявил лень, а там расслабленность, а там еще что-то. И вот этот не получил спасения, этот не получил ободрения. Я еще вот то мог сделать, и еще то, и еще я увижу, сколько я много потерял. Это каждый из нас. И Он утрет мою слезу. Он успокоит меня, Он успокоит каждого из нас. Но вы знаете, доколе есть время, надо делать добро всем, наипаче своим поверим. Это настолько потрясающе, у меня просто мало времени. Я мог бы рассказать столько много, как Бог отвечает реально на молитвы. И вы об этом знаете, и неоднократно слышали. И я подобно Петру скажу. И хотя вы знаете это, и утверждены в этом, помните, да, во втором послании, первой главе Петру. Но тем не менее, до тех пор, пока нахожусь в этой ветхой храмине, не перестану возбуждать вас напоминанием. Я напоминаю вам. мы должны приносить плод. Я хочу, чтобы мы проследили один очень интересный момент в этой же 15 главе. Седьмой стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Смотрите, Бог заинтересован в том, чтобы мы были успешными людьми, чтобы мы были плодоносными людьми. Я много лет проработал на судоремонте. И бывали аварийные ремонты. Сейчас я вспомнил одно судно, по-моему, под реческим флагом оно зашло. Какое-то там же, не помню, может, это был 92-й год, 91-й год. Очень тяжелая ледовая обстановка была в Азовском море. Очень много льда. И они там повредили все, что только могли повредить. Они зашли на ремонт вот так вот перекошенные, небольшое суденышко, где-то там, не знаю, 300-400, ну, не больше 500 тонн. И у них был один вспомогательный дизельный генератор на ходу, одна главная машина и пожарный насос, которым они откатывали, там, слава Богу, механику хватило мозгов переключить систему. И они, осушительный насос, и вы знаете, какое судно бы не было, оно все равно пропускает немножко воду. Есть осушительный насос, который откатывает эту воду. И там вот пожарный насос, они подключили, они еле дошли. Это было такое потрепанное судно, страшное, перекошенное, полутемное. И надо было, включились мы там, в Аврал был, неделю, круглосуточно мы работали, и когда закончили ремонт этого судна. Вы знаете, были такие мы измочаленные, уставшие, щеки валенные, под глазами синяки. Там две бригады оттуда не вылазило. Ну, в буквальном смысле, вот работали до 12, дежурный автобус развел, по домам поспали, и в 6 часов начинается работа. И вот оно идет, ровненько, красиво, и сзади шлейф такой, пошло, полным ходом выход по море. Вы знаете, это потрясающее явление. Я всегда вспоминаю такие моменты, это внутренняя радость. Иногда мне кажется, что я занимаюсь тем же самым, только сейчас вместо судов уже человеческие души. Вы знаете, это потрясающе, когда вы начинаете служить человеку, он такой перекошенный, искореженный, обиженный, отверженный, побитый жизнью, разочарованный, вообще никакой, на грани помешательства или умопомешательства, или, возможно, на грани самоубийства. И вы начинаете по благодати Божьей служить ему, а начинаете заботиться, начинаете поднимать его, утверждать, ободрять, корректировать. И вот смотрите, неделя, месяц, полгода, и смотрите, красавец. Да? Ни с чем не сравнен и чувства. И вы знаете, Библия говорит, что на небесах мы будем идти, и дела наши будут следовать за нами. Какие дела? Дом нет? Врюки нет? Золота нет? А что? А человеческие души. Вы знаете, однажды я буду на небесах, и однажды кто-то с вас подойдет и скажет, пастор, я пришел на собрание, такая борьба была, не хотел идти, чего идти, идти, не идти, пастора нет, оно знаете, как-то кошка с дома, мышки в пяс, пастора нет, можно не пойти. Что, сестра, понятно, да, такое дело? Да, я, 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 знаю я вас. Но вот пришел, и вот вы, пастор, там говорили, и ваше слово меня ободрило, я принял решение. Вы знаете, это то дело, которое будет меня преследовать в хорошем смысле слова в вечности и вас каждого. Кто-то, кто-то, кто-то увидит, кто-то увидит, он придет и скажет, кто-то подойдет, он скажет, вы увидите с позиции вечности, и оказывается, ваши деньги что-то сделали такое, что этот человек не пошел в ад, пошел на небо. я когда-то покаялся в Киевской церкви Победа и когда было водное крещение там крестил сегодняшний пастор Кировограда, тогда он был администратор я очень хотел, чтобы он меня крестил и какой-то брат такой скромный невзрачный и я к этому Юрию так тянулся Демидову, но жребий попал на это и я смирился и он крестил меня и спустя, может там лет 5 или 7, я был в церкви там в Киеве, проповедовал, Бог очень сильно двигался были очень сильные проявления и я увидел этого брата, после собрания ему рассказал эту историю а вы знаете, его так это ободрило, в следующий раз когда я приехал, он привел в свою сцену маленькую говорит, вот видишь этот пастор, помнишь на просто собрании, как Бог двигался через него, так вот я его крестил вы знаете, мы мы однажды придем в вечность и мы увидим те дела которые Бог через нас совершал я хочу вас ободрить я хочу призвать вас к тому, чтобы мы делая добро не унывали, что мы каждую минуту, вы знаете, можно использовать так, а можно использовать так жизнь настолько быстротечная фух! в прошлом году мы собирали 40 лет окончания школы а знаете, я помню, как я шел в первый класс у меня был такой ранец я был сыном директора школы мне отец привез откуда единственный такой эксклюзивный зеленый ранец никого такого не было я шел, у меня были коричневые ботинки я шел в школу и оказывается в прошлом году уже 50 лет прошло с того момента, как я шел в школу иногда думаешь как это все быстро летит у меня такое впечатление я сам был в городнестровском много лет прожил 33 года приехал туда, как молодой специалист а заходишь на кладбище такое впечатление, что у меня уже на кладбище больше знакомых, чем в городе я там уже 4 года не живу плюс еще там в обстоятельствах я много лет проработал в порту и с 97 года я занялся служением пасторским по благодати Божьей это так доколе есть время будем делать добро доколе есть время будем жертвовать я хочу вам сказать некоторые из вас сегодня испытывают проблемы некоторые из вас вы находитесь в трудном материальном состоянии попробуйте поговорить с Богом попробуйте поговорить с Богом скажите я хочу серьезно жертвовать церковь я хочу серьезно жертвовать приобретение церковного здания я не хочу, чтобы ночной клуб здесь был я хочу, чтобы здесь был очаг откуда будет распространяться Божье Царство я не верю в того Бога который хочет забрать последний чтобы я, извините за выражение сдох с голода я не верю в это я вижу другое когда я даю Бог дает мне я вижу другое Бог никогда от меня не попросит не потребует и не ожидает больше, чем я могу дать поэтому Павел говорит и так принимается исходя из того что имеется а не что не имеется 16 стих 15 главы не вы меня избрали а я вас избрал и поставил чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал дабы чего не попросите отца во имя мое он дал вам ключ успешного человека ключ к успеху ключ к пониманию ключ к реализации каким образом я буду носителем царства Божьего или выражаясь общедоступным понятным языком успешным человеком не я его избрал а он меня избрал я много лет прожил Бессарабия Белгороднестровская это историческая область Бессарабия это территория находящаяся между Прутом и Днестром это западная часть Одесской области там несколько районов один из них Белгороднестровский район и там в селах участок 50 соток и примерно из этих 50-40 соток там виноград специально такой низкорослые сорта а между рядами там и картошку и лук садят и кукурузу и там каждому каждому раньше так было виноград 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 и однажды я вспомнил там какую-то ситуацию где-то я там был на колхозном поле длинном и мне пришли такие понимания ассоциации вот этот виноградник я приехал туда ну я был грешником с агрономом договорился я приехал туда у меня был тяжелый мотоцикл и я там ну все вокруг колхозный все вокруг ну сестра мы же не крали правильно да ну посмотрите мне глаза вот очки так не крали забирали свое а потом когда мы пришли к Богу мы поняли что мы крали а то мы были уверены что нормального человека а то украсть нельзя а в колхозе это же все то и дело там теща еще собачку привела то самое домой а как приходишь ни с чем в дом не пускают гавкают обязательно должен что-то с работы принести ну так же мы жили нас дурили а мы свое забирали как мы думали а жили то мы в беззаконе и такая картина я этот виноградник не сажал я его не подрезал не обрабатывал не опрыскивал просто вот и агроном дал мне время 20 минут что наберешь твое и потом гари потому что будет облава и вот этой дорогой будешь выезжать каюсь я чисто сердечно перед вами как есть говорю я знаете спустя много лет мне Бог показал что-то царство Божье в которое ты попал это не твои заслуги это благодать и все там духовные материальные благословения это от меня от это междуряди от этой дорожки проездная дорога а тут ряды до той это твой жизненный путь 70 лет приборщей крепости 80 лет вот корзины вот секатор и вот виноград который ты ничего не сделал просто вот по благодати только режь его и собирай а там в конце стоит приемщик и он будет за каждый килограмм тебе платить соберешь килограмм получишь за килограмм соберешь тонну получишь за тонну соберешь три получишь за три иди и действуй не лукавый время коротко работай трудись и вы знаете кто-то идет и трудится а кто-то идет рассказывает анекдоты отвлекается и вот он жизненный путь у кого-то 5 тонн а у кого-то 5 килограмм я хочу вам напомнить 5 тонн а то в 5 тысяч раз больше, чем 5 килограмм. Вы знаете, задайте себе вопрос. Я тот, который интенсивно собираю. Я собираю эти сокровища нетленные на небесах или нет? Что я такое делаю? Как мои дни проходят? Каким образом? Насколько у меня плод проявлен? А действительно ли я живу святой жизнью? Да, мы праведны, это открови Иисуса Христа. Но благодать Божия и праведность Иисуса Христа, она должна соединиться в нас. И в нас должен быть плод нашего служения. Святость. Ибо воля Божия освящена. Будьте святы. То есть, это повеление мне. Делай что-то такое, чтобы ты был святым, отделенным от греха, плодоносным. И смотрите, не я его избрал. Он меня избрал. Дальше. Поставил не в том плане, что я должен стоять и никуда не двигаться, а чтобы я твердо ощущал под ногами почву. И дальше, чтобы вы шли и приносили плод. Вы идите и приносите плод, и чтобы этот плод пребывал. Потому что очень легко просто проповедовать там, говорить там, я сею, а Бог, может быть и надо так, но кто из нас благоразумный, вышел, взял мешок, лишь бы отсеяться, и в асфальт, фух, высыпал. А там как-то оно будет. Да не как-то будет. Молитесь, Боже, дай мне способность всего одного человека привезти в церковь в месяц. Всего одного. Всего это так мало, но это так много. 12 человек в год. А если научишь всех людей 12, и каждый из них 12 приведет в год, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод пребывал. И это, ребята, не только для меня, говорит Иисус, не только для Царства Божьего, но и для тебя, дабы что не попросил ты у Отца во имя Мое, Он дал тебе. Если ты в Его воле, если ты принял это призвание, если ты вошел в это избрание, ты идешь и приносишь плод, и плод реальный, плод пребывает, вот тогда получишь. Вот тогда что только не получишь, не попросишь у Отца во имя Иисуса, получишь. Я хочу вас ободрить, если вы разочарованы. Столько много просил, не получил. Подумай внимательно. Не подходи к Слову Божьему плоску, потому что первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, 14-15 глава, говорит, и вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, то Он слушает нас. А когда Он слушает нас, мы знаем также и то, что получаем просимое от Него. Возможно, ты не получишь по одной простой причине, что это не было воля Божья. А может, это не было время Божье. А может, это было подобно Израилю, который получил несметные богатства. Помните, Израиль выходил из египетского рабства? Представляете? В них там крышу снесло. За 300 лет получили зарплату в один день. Ну да. Работали, работали, потом раз, пошли и обобрали Египет. И денег было немерено. И что сделали? Литового тельца. Что должно было послужить к славе Божьей благословением, послужило в большой проблеме. Почитайте, сколько там мечом было поражено людей. И, возможно, ты не получил, потому что это не было время Божье, это не была воля Божья. В 16 главе Евангелие от Иоанна Иисус говорил, «Да ныне вы ничего у Меня не просили. У Отца не просили. Просите во имя Мое и получите, дабы радость ваша была совершенна». Успешный человек. Это тот человек, который связан с Богом. Это тот человек, который посвящен Богу. Это тот человек, который наполнен Богом. Это плодоносный человек. Это человек дерзновенный. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, дабы обрести милость и получить благодать для благовременной помощи». Успешный человек. Это тот человек, который знает, сегодня давит, сегодня плючит, сегодня прессует. Это время стоять. Нигде, Библия, Бог нигде не обещал мне, что у меня будет безоблачная, беззаботная жизнь. Мне положат пристеглазовый колпак, чтобы я спокойно лежал, царствую лежа на боку, и тем не менее, чтобы все видели, какой я красивый. И там табличка «Безнуждение тревожить, при пожаре выносить первым». Такого нигде не написано. Наоборот написано, «Многими скорбями надлежит войти вам в Царство Божие». И я ободряю и призываю вас, мои дорогие, не будем бояться скорбей. Скорби – это не обязательно, когда пальцы зажимаются в дверную щель и прижимают, или булавки под ногти. Скорби – это когда так хотелось посмотреть фильм, а ты оставляешь, и идешь. Скорби – это когда раньше за такие слова он бы три раза в воздухе переобулся, а ты терпишь скорби, смиряешься, потому что ты Христов, не имеешь права так делать. Скорби – это когда ты распинаешь свою плоть, потому что такой весь был, нет, не жадный, просто экономный. Мы же такие украинцы, маем, а этики тоже трошки, теньки для сэбы. Не знаю, для чего, а лихай положить, может сгодеться. А тут такие скорби, потому что отрываешь родимое, дорогое такое, правда слегка поднившее, но тем не менее привычное и отдаешь. Наступай на свою жадность, наступай на свою похоть, наступай на свою раздражительность, на свою обидчивость, еще на что-то. Верен Бог, ободряю и призываю вас. Давайте будем стремиться к тому, чтобы быть плодоносными ветвями. Очень хочу встретиться однажды с вами на небесах, чтобы ни один из вас не потерялся. Очень хочу, чтобы мы не разочаровались и чтобы мы не туда просто, не просто пришли, как из огня, в Николане двора, а чтобы мы пришли и имели там огромную награду во славу Господа. Аминь. Давайте дадим аглодисмент Иисусу. Слава Богу! Слава Богу!